О главных событиях к этому часу. Хилари Клинтон стала единым кандидатом в президенты от Демократической партии США. Денис Пушилин заявил о готовности вести переговоры с Савченко. Абоненты Донбасс-Газа смогут передавать показания газовых счетчиков с помощью СМС-сообщений. Экс-госсекретарь США Хилари Клинтон объявила о своей победе в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. После победы на прошедших во вторник демократических праймерис в Нью-Джерси, она набрала достаточное число голосов делегатов партийного съезда, чтобы стать первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США. Клинтон назвала свою победу исторической вехой для всех женщин. Хилари Клинтон поблагодарила своего соперника-демократа Берни Сандерса, сказав, что дискуссия о неравенстве доходов США, на которые тот строил свою кампанию, будет очень важна для американской политики. Она призвала американских избирателей объединиться против республиканского кандидата Дональда Трампа, которого она звала непригодным для президентского поста. Впрочем, Берни Сандерс пока не собирается ни вступать в союз Клинтон, ни прекращать предвыборную кампанию. Как заявил политик в понедельник на пресс-конференции, он ожидает, что на съезде демократической партии США в конце июля ему удастся убедить суперделегатов изменить мнение насчет Клинтон и проголосовать за него. Власти ДНР готовы вести диалог с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко, если Киев предоставит ей такие полномочия. Об этом во вторник заявил полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин. В принципе, очень странно, что именно у Савченко возникли такие мысли, что необходим диалог, необходимо разговаривать с Донбассом, стрелять бесполезно и все остальное. Поэтому, если у Савченко будут необходимые полномочия, мы готовы с ней разговаривать. Потому что в Минске в рамках переговорного процесса от представителей Украины мы видим или же неконструктивную позицию, или же недостаточную у них полномочия обсуждать все вопросы. Ну и где-то зачастую просто саботаж по взятым обязательствам в рамках переговорного процесса, в рамках подписанных документов, как таковой и комплексомер. Напоминаем, что накануне Надежда Савченко предложила провести прямые переговоры с властями ДНР и ЛНР. Тем временем, службы безопасности Украины раскритиковали идею нардепа. Советник главы СБУ Юрий Тандит в интервью Пятому каналу заявил, что ведомство не считает допустимыми прямые переговоры с главами Народных республик Донбасса Александром Захарченко и Игорем Плотницким, так как они не являются законопослушными гражданами Украины. Государственный концерн Донбассгаз начал переговоры с республиканским оператором сотовой связи «Феникс» по внедрению сервиса передачи показаний газовых счетчиков посредством СМС-сообщений. Об этом сообщил исполняющий обязанности гендиректора госконцерна Сергей Филиппов. По его словам, после отправки сообщения абонент должен получить автоматическое подтверждение о пересылке данных. Филиппов добавил, что представитель «Феникса» уже подтвердил, что рассматривается техническая возможность оператора для удовлетворения потребностей потребителей концерна. Напомним, что ранее первый в ДНР оператор мобильной связи «Феникс» объявил о запуске в тестовом режиме совместно с Центральным республиканским банком проекта СМС-оповещения. Сервис позволяет проверить баланс и контролировать снятие наличных с карточки ЦРБ при помощи мобильного телефона.